Свинцовые 70-е. Время, когда политические радикалы буквально раздирали Италию изнутри. Взаимное насилие, терроризм и непрекращающаяся бойня на улицах старейших городов Апеннинского полуострова об одной из самых ярких организаций того времени и пойдет речь сегодня. Вы на канале Лимонко, с вами Тимофей Ермаков, и сегодня мы расскажем вам о легендарной итальянской леворадикальной организации «Красных бригадах». Внимание! Редакция не поддерживает террористические методы и выступает против применения насилия как в политике, так и за ее пределами. «Красные бригады» ставили своей целью революцию и установление социализма в Италии. Методы «Красных бригад» — городская партизанская война, то есть пропаганда через полулегальные организации на заводах и в университетах. Члены организации были уверены, что только силой оружия можно свергнуть власть капитала и начать строительство нового общества. Численность «Красных бригад» доходила до 25 тысяч человек. Стреляли и взрывали далеко не все. Большинство обеспечивало квартиры, финансирование, транспорт, документы и пропагандистскую работу. Например, предполагается, что с бригадами был связан известный итальянский левый интеллектуал Тони Негри. Организация имела годовой бюджет в 2 миллиарда лир. Финансирование осуществлялось за счет ограблений, захвата заложников и финансовой помощи Муаммара Каддафи. «Красные бригады» были наиболее активны в промышленных регионах Италии — в Милане, Турине и других индустриальных центрах. Они совершали до 3000 боевых операций в год, 10 акций в день. История организации берет начало в 1970 году, когда стал выходить журнал «Левый пролетариат». Вскоре авторы журнала к своей эмблеме серпу и молоту добавили новый элемент — ружье. В октябре 70-го года издание объявило о создании «Красных бригад». Бригады не привлекали особого внимания, пока в 1974-м не были арестованы их лидеры — Курчо и Франческини. В 1974-го года начинается наиболее радикальный период деятельности «Красных бригад». Кроме ареста лидеров, радикализации способствовала и накаленная ситуация в стране. «Красные бригады» перешли к новой тактике. Ее основой стало насилие над высокопоставленными чиновниками, работниками судебной и правоохранительной систем, известными бизнесменами и политиками. В том же году их ждал первый крупный успех. Им удалось похитить заместителя главного прокурора Генуи Марио Сосси. Но самой громкой операцией «Красных бригад» стало похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии «Альда Мора». В 1978-м году активисты почувствовали запах крови. Объектами масштабных нападений становятся школы, университеты и транспорт. 1979-й год становится рекордным по числу террористических актов. Были совершены 2150 нападений, из которых 133 на учебные заведения, 110 на профсоюзы, 106 на секции Христианской демократической партии, 91 на секции Итальянской коммунитической партии и 90 на казарных арбинеров и полицию. В декабре 1981-го «Красные бригады» похитили в Вероне американского бригадного генерала Джеймса Ли Дозиера, заместителя начальника штаба сухопутных войск НАТО в Южной Европе. Через 42 дня Дозиер был освобожден в результате спецоперации. После освобождения американского генерала за несколько недель были схвачены 300 террористов и разгромлены Туринская, Миланская, Римская и Венецианская колонны отделения «Красных бригад». К 1983-м около 1000 бойцов «Красных бригад» были арестованы под разными предлогами. Необходимость конспирации вынуждает «Красные бригады» разделить колонны на небольшие ячейки, контакты между которыми максимально ограничены. Отбор новых членов ужесточается. Охотно в организацию принимаются только члены разгромленных леворадикальных террористических группировок. В 1984-м в рядах движения произошел раскол на старых и молодых. Образовавшиеся в результате фракции приняли название «Красные бригады. Коммунистическая сражающаяся партия» и «Красные бригады. Союз сражающихся коммунистов». Старики настаивали на активизации массовой пропагандистской деятельности и рассматривали США и СССР врагами равной степени. Молодые же отстаивали активизацию террора, а СССР считали второстепенным врагом по сравнению с США. К этому времени на свободе оставалось 360 известных полиции бойцов «Красных бригад». Уже через год, в 1985-м, на свободе не более 300 боевиков. Из них активно действующих всего около сотни. В 1986-м году произошли 20 терактов и одно убийство. Это был самый спокойный год в Италии за последние 17 лет. А в 1987-м была арестована американка Эллен Кут, отвечавшая в «Красных бригадах» за международные связи. 1989-й стал последним годом, когда бригады представляли какую-либо опасность. В следующие 10 лет «Красные бригады» или действующие от этой имени террористы организовали и провели несколько малозначительных операций, не получая особой поддержки и популярности. Сегодня, по предположениям СМИ, личный состав «Красных бригад» всего менее 500 человек. По сути, организация больше не существует. С вами был канал «Лимонка». Подписывайтесь на все наши ресурсы в социальных сетях, на наш канал в YouTube, ставьте лайк и ждите новых видео.